Виктор Петрович Остафьев – известный советский писатель, прозаик, эссеист, лауреат государственных премий СССР и Российской Федерации. Родился Виктор Петрович 1 мая 1924 года в небольшом селе Овсянка, Енисейской губернии. Ныне это Красноярский край. Остафьев рано остался без родителей и попал в детский дом. А с 1951 года он работал в редакции газеты «Чусовский рабочий». Там появилось его первое произведение «Гражданский человек». Попутно он писал различные статьи, рецензии. Основной темой творчества писателя была военная и деревенская проза. Одно из первых произведений написано еще в школе в качестве сочинения. Затем он превратил его в рассказ «Васюткино озеро». В 1953 году вышла в свет первая книга писателя «До будущей весны». В 1968 году большой сборник рассказов «Синие сумерки». В 1976 книга «Царь рыба». В 1986 рассказ «Ловли пескарей в Грузии». В 1986 году опубликован роман «Печальный детектив», рисующий жутковатые картины советской действительности. Произведения по жанровой направленности относятся к стилю жесткого реализма, включающего в себя элементы философского и социально-психологического содержания. События повести происходят в небольшой российских городах, в которых описывается современная жизнь людей, изображенных как в качестве интеллигенции, так и обычного народа. Главный персонаж повести – Леонид Сашнин, комиссованный из органов в 40 с небольшим лет в связи с ранением, полученным при выполнении служебных обязанностей. Сюжетное летнее произведение раскрывается в изображении разных моментов жизни Сашнина, начиная с периода его трудного действия, пришедшего на послевоенное время. Леонид воспитывается теткой, которая уходит из жизни вскоре после его свадьбы с девушкой, спасенной им от ухлиганской толпы. Леонид Сашнин представляется писателем в образе честного, порядочного человека, отличающегося обостренным чувством гражданской ответственности, в борьбе за справедливость и чувством долга. Герой обладает индивидуальными чертами характера, с помощью которых пытается разобраться в происходящих жизненных ситуациях и мотивах человеческих поступков, толкающих их на совершение преступлений, проявляя жестокость и злость. Повесть переведена на иностранные языки и принесла автору международное признание. Несмотря на небольшой объем и отсутствие трагического повествования, несет в себе оттенок легкой грусти и тоски. Субтитры создавал DimaTorzok